и снова здравствуйте всем привет и так загорелся я новым персонажем что-то так понравился внешний вид значит тут человека паука значит так не стал я показывать полный процесс как я из болванки вот это все дело переделываю подгоняю значит вытягивающий взят вот такой значит у нас образец ну в принципе попал наверно тут ноги еще тоньше но не буду их наверно настолько тонко делать потому что ну наверно смотреться не будет сбоку они так тонкие ну а тут уже принципе вниз не получается вроде бы нижними конечностями я попал вот замаскировал вытянул вроде бы как подошва вот тут эта часть чуть-чуть надо сгладить ну кантик есть все это при динамеш склеится надеюсь все будет хорошо так значит тут это все сетка исправит главное чтобы хорошо потом выгладить чтобы не было на нормал мапе вот этих вот полосочек всяких там где вот я дорисовывал допустим вот задней этой части тоже трицепс все это дело выгладится локти ну чтоб нормально было так здесь тоже подправим подгладим лицуху тоже подгладим так что будем делать теперь вот нужно все это делаем значит сгладить смотрим как это все дело делается деформация и можно вот полишем бац смотрим что у нас сеткой так сетку сейчас переведем на динамеш так размер стоит так симметрия все есть делаем динамеш 701 лям нормально будет хорошо краситься так ну в принципе многовато наверное а ну-ка давайте control z и выдержим 732 тысячи персонаж я сделал маленьким в этот раз чтобы лучше все выгладывалось более не прибавил пардонки надо уменьшить вот так где-то 600 тысяч полигонов нормально будет опять лям давит 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 а где у нас будет 700 тысяч поле полика вот 777 везучие число смотрим сразу чтобы у нас пальцы значит не срослись я их тут раздвинул чуть-чуть значит доработал уменьшил по растянул значит так смог тоже сделал вроде бы нормальненько так смотрим теперь вот эту часть где у него пресс нужно все это прям чтобы он гладкий гладкий был так но чтобы вот видите ну как вот отделение вот чтоб тень падала вот чтоб крылья тоже отделялись ребра отдельно где-то вот были вот эти переходы вот значит от этого как он называют ну значит верхний фон чтобы значит резонировал вот раз видите тут черные вот эти тени пошли значит все нормально значит все будет настройка света будет играть так теперь опять же давайте деформацию еще немножко сгладим болванку головы я лепил скульптой с альфа 6 значит красил тут а тело значит полностью здесь болванки подгонял под его телосложение болванки если кому-то нужны в группе будет значит кисточка с болванками которые за много лет значит отобрал с разных программ так болванки голов тоже кисточка уже выложена и кисти рук тоже там присутствует вот эти кисти это родные кисти значит этого персонажа с этой же болванки так ну погнали красить так от персонажа хватит так шеф-зет видите что здесь вот мне на этой картинке мне не нравится качество она чуть мутная и все будет расплываться придется перерисовывать давайте я тут еще скачал и так импорт так 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 вот более-менее значит но здесь темная мало картинок таких чтобы нормально было даем наверно еще нужно полазить как он светлую найти ну не попадались они почему-то он постоянно в каких-то тонах таких темных так значит нам нужно это дело попасть более-менее нормально это поймать эту серединку а ну-ка z попробуем переключиться на кисточку стандарт переключиться на покраску и значит как x симметрию пока я отключу цвет принципе выберем хорошо бы чтобы он попал с текстуркой вы видите цвет не тот будем просто этим цветом красить это уже значит x симметрия и пусть он будет вот однотонный простенькая такая покраска там еще красная полоска должна быть так так немножко я замолчал надеюсь это не трагедия паузы я делаю иногда когда красу или задумался так теперь тут shift z смотрим нет интересно эта картинка нам тем не понадобится нам понадобится вот эта картинка так смотрим что у него так вот у него одежда там под самое горло подходит да вот этого я значит чуть-чуть не продумал но это не проблема мы сейчас все это дело исправим можно на нем значит тут на этой шее полностью покраску изменить все равно он будет значит клеваться значит это так вот как это ровненько покрасим так это теперь что нужно сделать мофта полот же выбираем и вот эту часть наверно нужно утопить значит в нашем вот этом персонаже он потом склеится и все будет зашибись вот так будет ровненько переходы мышцы где-то тоже да натяжку что у нас тут горлом шея тонкая горба не должно быть гор потом тоже приберем и вот теперь вопрос насколько вот этот значит персонаж видите нормальный если мы сейчас сделаем модифика положим мира опа это значит что у нас контрол голова это у нас то еду не изменился на значит вот он пусть будет у нас вот такой паук широковатый давайте очень подкрасим мы делаем как бы другую эту штуку будет другой персонаж не то что на картинке пусть он будет не такой как положено там пусть он значит выделяется чем-то так это значит есть 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 какие-то допустим там беленькие штучки можно их тоже поубирать немножко ну паук принципе что нормально попробуем выбрать с красный цвет поменьше кисточку так но у меня не получится так хорошо перекрасить потому что здесь хорошо бы пером делать так чуть пускай а вот что я хочу сделать наверное единство что получится сделать это и отбить вот эту часть сделать более четкие контуры получается вроде бы опять же везде не надо наделать так кисточку теперь поменьше попробуем залезть вот в эти части опа рука немного дергается с мышкой все-таки рисуем как теперь значит c какую-нибудь вот такую штукенцию сделал вот уже почетче да так теперь ctrl z здесь теперь кисточку сделаем побольше чтоб не дрожала рука значит теперь c красный цвет делаем побольше так и теперь другой цвет выбираем и попробуем все это дело сделать потоньше так а ну-ка опа так здесь сделаем вот так усы выберем другой цвет и сделаем как бы поострее да и потоньше так теперь c попробуем значит как нибудь тут делать у него вот идет как их называют и колорки да какой-то изгиб так теперь что у нас тут c рисуем рисуем значит наш вот эти крешни левая кнопка мыши немножко значит перенесем и теперь c выбираем темный цвет вот это и и делаем значит тут потоньше опа так это дело вроде бы как бы да нормально и вот как бы поправить этот круг давайте сделаем control выберем теперь круг и не даут этой приблизительно значит попробуем вот так и замаскировать так надо брать больше а ну-ка берем больше значит объем маскируем так теперь можно значит отключить ему цвет переключиться на белый так а ну-ка теперь control control значит так а ну-ка еще повыше поднимем вот не вижу эту значит маскировку ну ничего так да давайте теперь сделаем включим значит нашу покраску делаем control и и и вот это все дело значит c английская ровненько так закрасим теперь делаем control и и теперь c выбираем другой цвет и по канту здесь вот так все это дело проводим но главное не зацепить нашего еще вот этого паука ну уже можем посмелее тут работать еще по кантику внутри снаружи проходим чтобы не было вот этих остатков снимаем маску ну в принципе чё прикольный паук получился там так теперь нам нужно что нам нужно нам нужно теперь сделать вот эти шифры полоски так а как они тут выглядят где они идут значит так красные красные до середины с подмышек выходят и нару то ли есть они на руках то ли нет да а тут еще какой-то черный цвет или это тень падает так вроде однотонный у него костюм ну ничего мы ему оттенки тоже добавим так теперь что мы делаем назначаем значит так вот выбираем подмышку так это значит маскируем и маскируем нашу кисть назначаем control w другую полигруппу control так control shift левая кнопка мыши все это дело скрываем и пробуем значит здесь провести ровную такую полоску так ну ровная получится нет маскирование выбираем теперь вот эту функцию и пробуем так и вот как ну и не за закроем пробуем значит какой у нас тут c красный цвет кисточку чуть поменьше чтобы не залезть куда нам не надо вот не сильно она вот это интересно очень ровная да в принципе все по бедру проходит красная да так теперь c подкрасим тут ее видно полоску но тут она по моему как бы заостренная должна быть а ну-ка c попробуем как раз как бы как бы наверно да возвращаем в принципе что не может она прям так сильно быть да не может вот ну давайте порисуем чуть-чуть а ну-ка тут тоже так закрасим попробуем от балды а ну-ка c красный цвет выберем наш диаметр этой полоски все равно ровно получается да ну чуть лучше наверно будет а ну-ка вроде бы и размыто чуть-чуть так тут она подмышку попадает здесь она тоже когда натягивается вроде бы должна потонше может быть быть не не должна ладно пусть будет полностью значит ровная или так косиной лучше я сделаю вот так поприконе будет так это есть control shift левая кнопка мыши возвращаем вот вопрос то тут перчатки как бы у него там оттенок наверно или тут другие какие-то цвета наверно накладки вот эти вот черные там какие-то давайте попробуем значит сделать c попробуем значит ну пусть он будет другой значит комплектации другой одежды да как есть такое дело теперь уменьшаем кисточку значит c аккуратно по верхним пальцем проходим так 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 может а ну-ка так c так так где-то здесь чуть можно больше на залезть во внутренности то есть ничего прикольно так получилось вроде отпускай оттенок будет значит так еще что можно сделать шивзет видите у него тут вверх это плечи какие-то черные тут тоже как-то так-то костюм как бы вроде синий но синий это может оттенок от фона быть так выберем давайте черный цвет c поставим значит на серединку увеличим нашу текстуру кисточку да и в кое-каких местах значит добавим оттенки черного тут по хребту можно чуть полосануть где есть у него ямки локоть допустим делать переходы вот эти вот нации там где-то вот плечевая вот эта штука как бы показать да вот эту впадины вот 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 Еще чуть-чуть поменьше, значит, оп, притяним. Ну, я думаю, уже прикольно, да? Так, что у него с ногами, значит? Ага, вот. Так, вот эта часть. Ctrl-I. У него, значит, красная. Так, это значит, Ctrl-I. Выбираем цвет, C английская. Делаем Ctrl-I сочетание клавиш, значит, краску побольше. Ну, а тут теперь, как бы, вручную будем выравнивать. Так, маску снимаем и погнали. Так, если пустим, пустим, пустим побольше. Так, спасибо. 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 Нормально. Теперь, значит, C. и попробуем этот кант еще прям почетче сделать, только другим цветом. Так, здесь у нас получается, C, значит, чуть-чуть повыше. Чуть-чуть пониже. Чуть-чуть пониже. А ну-ка. Чуть-чуть пониже. так и здесь у меня значит получается что закосячил немножко значит пятку вроде нет так ладно теперь задний вид выбираем значит цвет переключаемся на кисочку стандарт в алекс гуд ну в принципе что мне по это не человек-паук как же теперь нам что нужно сделать я тут по моему ведь не докрасила ну-ка бывает у меня такая штука спереди значит крашу а потом значит такая получается беда так теперь уголоваем и значит c выберу так c выбираем цвет и значит нужно там прям почетче значит вот прорисовываем так а вот это кто у меня тут и так продолжаем теперь у нас вопрос какой нужно персонажа сделать под лицевую анимацию правильно выбираем значит голову через левая кнопка мыши можно выбирать так смотрим чтобы у нас симметрия стояла это клавиша x русская чем и значит чтобы это все нормально было давайте вот круглёчком вот этим раз смотрим что да как где-то сейчас control левая кнопка мыши подрисуем так так не прокатит 64000 полигонов это маловато делаем control д control д пункты 386 нормально удаляем значит дивайды делал и пробуем еще разочек значит побольше возьмем под самую челюсть теперь значит control переключаемся на другой внешний вид и значит это все дело докрашиваем control alt делаем зачистку и чтобы на шею не заходила наша вот эта штука control где-то открасим смотрим что у нас с верхней частью чтобы верхнюю губу нет не зацепить control alt зачищаем и подгадываем где у нас вот этот вот прореха проходит до control alt назначаем теперь значит control в левая кнопка мыши видите у нас теперь полигруппы назначились они отделяются и теперь нам нужно сделать дубликат от этой головы на первый дубликат так давайте вот shift левая кнопка мыши все отключим а только два дубликата на нижний ctrl shift жмем на нижнюю челюсть значит на одну полигруппу делаем дэл лоуэ потом значит alt левая кнопка мыши выбираем еще другой значит оптул видите он переключился и убираем control shift левая кнопка мыши только вот эту голову без челюсти геометрии делаем дэл лоуэ удаляем alt левая кнопка мыши выбираем нашу челюсть подставляем под низ alt левая кнопка мыши значит наш транспоз гизмо открываем и значит чуть-чуть можно подать челюсть но туда вниз да вот ну как-то так-то так теперь что мы делаем мы делаем нижней части дайна мэш побольше полигонаж ставим семнадцать тысяч был четырнадцать тысяч там видите все закрылось теперь нам нужно выбрать верхние вот эту саптул челюсть можно отключить и смотрим как все это дело происходит уже ролики я уже показывал на эту тему да как отделять как все это дело делать control z 370 тысяч у нас сейчас голова вот видите когда мало то плохо значит нам нужно выдержать 300 300 400 тысяч полигонов можно 500 у меня модель повторюсь маленькая поэтому видите дальше ставлю ползунок если модель большая то оно в самом начале уже зашкаливают полигоны так ну теперь нам нужно все это что можно кисточкой значит стандарт делать или кисточкой клей билдап так симметрия стоит под углом ставим alt левая кнопка мыши и погнали все это дело вдавливать на губу сильно не залазим большую ореху нам делать тоже не надо нам понадобится небо поэтому будет рот конечно открывать но чтобы зубы значит у нас нормально стояли и щеки на них не давим ну как не налазили если рот будет открывать допустим глубоко чтобы как бы там вдали чего-то было вот в принципе вот этого достаточно под зубы теперь выбираем значит выемку формируем наше небо далеко не залазите потому что ну чтоб не было тонких значит вот этих деталей потому что если будут тонкие будут рвать и дыры после дайна мэш будет control левая кнопка мыши все это дело снимаем и шифтом выглаживаем но можно если не выглаживать то она будет рифленая тоже будет симпатично смотреться сейчас будет хорошо еще подобрать цвет вот этого внутри рта так вот переключаемся у нас есть нижняя челюсть есть нижняя деталь мы значит верхнюю можем отключить и видите в каком она состоянии здесь мы тоже значит формируем чуть-чуть здесь много не надо потому что опасность что сделаете тонкую челюсть так здесь вот еще бы подкрасить сейчас все сделаем так control левая кнопка мыши все снимаем но вот нижняя губа вы видите после обрезки она острая как это делаем отключаем значит виден наши текстуры чтобы они не испортились и вот это все дело выглаживаем теперь включаем текстуры и видите что текстуры целые теперь нам нужно кисточка стандарт на покраску ну и где-то c на низких вот этих вот опять же на низкой интенсивности чуть-чуть это все дорисовать возможно где-то оставить темную часть чтобы при как сказать при анимации при вставлении каких-то костей у нас значит бликовало это все красненького можно выбрать добавить так control ну в принципе нормально теперь докрашиваем c вот эту часть именно не подходим ну оставляем какие-то там белые детали чтобы как бы резонировал повторюсь вот наш персонаж чтобы не сильно все так черное было чуть-чуть загладим тень есть тени достаточно так здесь можно шифтом чуть выгладить здесь уже будут зубы все будет нормально так и вот цвет наверно вот этот я и оставлю а че он прикольный вот мы теперь раз его красим но когда мы красим желательно краску чтобы она не проявлялась вот здесь вот на вот этих деталях да сейчас вот смоем ctrl z вот видите что изменилось у нас изменился цвет значит мы заходим в браш и ставим автомаскинг бас крейс масок тогда мы будем красить тут а с той стороны цвет не будет заменять покраску видите теперь все нормально так то же самое значит делаем на нашу верхнюю вот эту часть на небу тут еще язык будет в принципе все тут прикроется будет хорошо так включаем все это дело вместе переключаемся на нижнюю челюсть и смотрите когда вы будете тянуть вот это все дело то желательно мофта положить тянуть равномерно допустим вот раз чуть-чуть подняли нижнюю вот эту часть и нахлёстываете ее на полигоны вот этой нашей отрезанной части почему потому что если вы не нахлестнете у вас будет потом при склейки дыры дыры нам не нужны теперь переключаемся на голову и аккуратненько все тянем вниз вот это более-менее такой вот ну правда подобная штука теперь я хочу значит поправить нашу нижнюю губу и сделать ее побольше она видите чуть-чуть при открывании стала меньше допустим возможно где-то нахлёсты сделать вот смотрим чтобы у нас все заходило в эту в сетку эту полосу тоже сейчас будем убирать на носу эта вот полоса значит со скульптой с альфа шестой именно разграничение вот так разграничение вот этих вот значит симметрии аккуратненько если это все дело не убрать то она окажется на нормал маке вот эта полоска и когда вы будете нормал маке включать она будет проецировать вот эту вот полосу хорошо прям выглаживаем чтобы она там и не было ее так есть такое дело но тут вот еще в чем проблема я хочу значит чуть-чуть тянуть раз потому что рот открылся и она под рот должна вот так бы натянуться так нос вроде бы больше делать не надо там какие-то части может быть еще можно выгладить чтобы они сильно прям не резонировали да ну вот смотрим как да что теперь объединяем это все дело так а вот еще на шее тут полоска и значит сейчас мы это делаем на подбородке еще уберем когда вы выглаживаетесь повторюсь что можно отключать значит вот эти текстуры чтобы они не поплыли вот вот и тогда вы выглаживаете у вас все выглаживается но когда вы включите текстуры текстуры не изменились и значит когда вы это делаете не делаете дайномеш при выключенных значит вот этих текстурах потому что они исчезнут так ну что теперь значит делаем какую штуку тут он значит голову объединяем делаем merge merge down с нашей челюстью делаем control левая кнопка мыши дайномеш и вы видите что у нас сбоку получилась вот эта склейка вот ее теперь нужно всю прям хорошо выгладить чтобы она не оказалась повторюсь на нормал мапе так смотрим что у нас снизу если снизу сейчас начнет рвать мы добавляем массы и масса у нас сейчас control w должна перекрыть этот шок видите он еще присутствует вот он его нужно немножко перекрасить заходим на кисточку стандарт c выбираем какой он цвет и значит все это дело подкрашу на низких полигонах так еще что хотелось бы сделать значит выгладить веки и внутренности глаз чтобы персонаж был значит гладенький такой вот ну а теперь shift левая кнопка мыши возвращаемся на место смотрим что у нас тут получилось где то еще чуть-чуть проходим если нужно где то еще выбираем какой он цвет нет прокрашиваем чтобы не было никаких полосок выбираем какой темный цвет вот это и значит прокрашиваем так теперь какой будет казус в принципе ничего такого серьезного да control z цвет c выбираем какой цвет и просто подтянем низ челюсти уменьшим какую-нибудь вот интенсивность да и чуть кисточку побольше и по горлу где то он за шеей тоже добавим потемнее вот на ушах можно где то висок там прикрасить чуть-чуть потемнее ну чтобы резонировало ну чтобы резонировало да так теперь c нужно перекрасить нос чуть чуть потемнее выбрать носу можно сделать потемнее отделить какие то части на лбу вот вроде как складки появились полоски добавить все персонаж готов так веки стоят нижние веки ушли выбираем слезать нижние веки чуть и вперед вытянем так вытянуть то вытянули но теперь значит выбираем alt левая кнопка мыши голову мофта ополаджи и тут вот такая вот штука что такого быть не может во побольше делаем выемку и тогда alt левая кнопка мыши соединяем наши веки вот здесь вот так ну в принципе что норм да так здесь вот еще что у нас с этим глазным значит впадиным да мы ее чуть-чуть подтянем глазу надуем и чуть-чуть уведем в бок так теперь чуть-чуть здесь побольше на века дадим веки чуть-чуть можно поднадуть чуть-чуть потянуть так и вот эти сумки глазные оп чуть-чуть вдаль натягиваем во ну как то так то так что у нас есть у нас есть значит глаза мы им делаем на всякий случай если чтобы не промахнуться мир мир все это сольется и потом все это дело додеформируется да пардонте так ладно есть такой персонаж теперь нужно это все дело сохранить обязательно потому что если мы это дело не сохраним то у нас получится казус и мы это дело уже потеряем вот этот процесс который мы создали сохранили теперь что делаем нам нужно глаза кинуть на низ и волос я хочу отдельно сделать почему потому что я хочу применить шейдер который я показывал в прошлых роликах и волос черный потеряет свой цвет он будет значит другим светлым и уже персонаж будет блондинистым почти а вот к персонажу и к темным цветам я думаю все это нормально применится так ну все эти ненужные детали мы отключаем волос там я еще подкрашу так переключаемся на нашего персонажа делаем объединение merge down always все остальное нам не надо делаем всему этому значит смоем один миллион сто восемьдесят четыре тысячи полигонов control левая кнопка мыши снимаем маску смоем сколько во в два ляма вышел ну пускай просто еще в чем вопрос если модель чуть больше и вы делаете два три ляма дайна мэш то бывает смотрите внимательно сразу можете не заметить а он где-то порвался где-то деформировался и когда вы делаете развертку развертка делается очень долго и вы не понимаете что за фигня но это вся фигня идет из-за сетки так вот объединение произошло да смотрите что теперь мы делаем вот здесь у нас стыковалась голова отключаем значит нас вот эти текстуры и вот эти все швы вот эти все швы мы должны аккуратно прям хорошо таки отгладить потому что это не есть хорошо видите да это будет бросаться в глаза потом normal map это тоже все значит зафиксирует и при выдавливании все это будет очень создавать плохой вид так листочку можно чуть-чуть побольше так вот здесь вот чтоб стыка поменьше было так где-то горд можно вычесать вот здесь вот прям полоска очень видна прям гладим 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 и пока она не станет еле видно все включаем сначала текстуры а потом можно сделать дайномеш если вам нужно все хорошо теперь что мы делаем мы делаем дубликаты вот видите 2 ляма у кого компьютер послабее ну тогда понизьте дайномеш допустим ну до 1 миллиона можно вот лям 439 результат будет тот же самый но уже будет значит все хорошо так c где-то если вы не докрасили обязательно докрасьте проверяйте модель до того как вы будете делать развертывание развертку вот веки вот видите что здесь на веках есть полоски вот эти с одной стороны это очень хорошо когда делать анимация они очень кстати даже вот эти детали ну решать вам вот и делайте веки чуть посветлее чтобы они опять же резонировали c выбираем нашу вот эту штуку и на маленьких этих значит вот этих вот интенсивности подкрасим под глазами чтобы прикольно было так еще что я хочу сделать подсчете значит у нашей брови это значит c здесь уже нужно побольше интенсивность ставить нижний цвет выбираем тоже это уже не есть хорошо так ну верхний так наверное оставлю так все теперь мы делаем дубликат делаем дубликат вот эту кнопку нажимаем на верхнюю переключаемся у нас должна стоять симметрия обязательно геометрии заходим за ремеш я делаю за ремешером а потом если хочется качество получше делаю за ремеш чуть побольше делаю развертку а потом уже децимейтом делаю в блендер или децимейтом можно здесь делать сетку вообще пониже так легейшим проверяем раз модель маленькая то здесь возможно придется не уменьшать а прибавлять вот 13 тысяч полигонов да давайте отключим нижнюю модель и посмотрим вот видите она меня устраивает вот такая сетка ниже я делать не хочу лучше сделать персонажа хотя бы тогда вот если сейчас сделать контрол 53 тысячи он лучше до базара нет но оставим значит вот так вот сделаем смотрите control z смотрим на чем мы были вот геометрия до на пятерочки ну давайте поставим на восьмерочку да и попробуем еще раз хотя бы чтобы вот 15 тысяч полигонов был персонаж потом повысим наложим добавим сейчас все я вам объясню вот 18 тысяч полигонов вот тут это меня устраивает все это нормально так теперь включаем нижнего персонажа и делаем проекцию но прежде чем делать проекцию давайте добавим дивайдов вот триста две тысячи будет нормально диаметрии не надо пардонте делаем project all да копируем цвет всю штуку все что на том и сюда лепим как шкура в блендер шрек в реп шрек в реп шрек в реп или без разницы ладно поехали смотрим теперь отключаем сможем в каком внешнем виде наш персонаж проверяем его сетку вот видите какая сеточка это на повышенных в принципе чего под глазами нормально там нормально тут нормально вот есть что тут тянуть кости есть костать конечно хорошо вот это еще давайте попробуем в качестве эксперимента выберем мофта положить и вот эту сеточку можно чуть-чуть значит поправить вот так что у нас происходит да отключаем флур и нам нужно чтобы вот эти видите где рот стыковался теперь белый цвет чуть-чуть выглаживаем чтобы здесь у нас сетка нормально не ломалась если где-то с сеткой будет какой-то косяк то будет сразу делаться долго значит развертка за плагины юви мастер открываем находим в ворт он клон он в реп все видите быстро пошла все сеткой все нормально 18000 вот у меня ноутбук до 30000 быстро вообще делает эту развертку так теперь что нам понравится нам нажимаем копии и вот он наш вот этот персонаж цветом копируем его на персонажа и паст ювес при присобачиваем как бы прилепляем его да на совсем находим текстуры крит new from polypaint все видите никаких проблем персонаж нормально себя чувствует и ведет конечно развертку вот в блендер да оставляет желать лучшего голова отдельно там еще что то теперь смотрите делаем клон вот у нас появилась текстура находим текстуру и жмем ничего не нажимаем а жмем только ну в смысле из картинок и жмем flip v переворачиваем ее для чего для того чтобы в блендер она легла нормально просто тут чуть-чуть разница по развертке нажимаем на развертку жмем экспорт и значит сохраняем формате png человек паук сохранить сохраняем теперь что нам нужно нам нужно геометрии уменьшаем до первого дивайда и делаем значит normal map делаем клон ну а нормал уже не переворачиваем экспорт png человек паук 2 normal map теперь смотрите что делаем выбираем вот я хочу чтобы осталось 18000 полигонов значит я жму dell hidden теперь делаю экспорт и сохраняю общ формат нашего персонажа теперь делаю control z возвращая чтобы у меня это все осталось вдруг мне это когда-то пригодится и что-то случится с этим персонажем я просто зайду вот в эту значит в этот проект и сохраню заново эти развертки если они допустим потеряются или персонаж он уже готовый с разверткой мне его только сохранить надо и вот он опять в деле так файл сохраняю сразу save as так сохранить перезаписать так что еще хотелось бы сделать есть у нас теперь глаза вот это нам не понадобится видите насколько маленький персонаж у нас да теперь что мы делаем уменьшаем выбираем мофт apology но прежде чем красить у нас текстура должна быть отключена c красим и видите что здесь не стоит значит как ее называют симметрия x нажимаем вот все тут есть теперь мне нужно control нужно замаскировать зрачок зрачок это значит картинки его родной но а пардонте 5000 полигоном делаем control d control d вот теперь маскируем и теперь выбираем c белый цвет и делаем ровный кант снимаем выделение так ну в принципе чем они все нормально да все это нарисовано немножко овальненько ну ничего пойдет главное чтобы было симпатично смотрелось так теперь что мы делаем здесь мы на этих глазах убираем делор так кстати глаза можно другие вставить но наподобие до коричневый но эти вроде бы как илонный но пусть будут так теперь мы делаем дубликат всему этому делу и значит делаем делаем зеремеш диаметр до лоу смотрим сколько нужно нам сетка зеремеш я думаю до этого момента если человека два досмотрят да вот до этих глаз ну вот полный процесс вот полное ожидание вот ждете все нормально время проходит так теперь значит смотрим 8000 полигонов глаза ну пусть будут ладно теперь делаем control d control d я их понизил все равно мне глаза децимейтные нужны будут без разницы или я вставлю другие так теперь значит что мы делаем мы делаем проекцию проекцию проекция у нас здесь project all да все теперь заходим за плагин и находим work on clone on wrap бамс 8000 быстро сделались копии юли находим наши деньги находим past uvs и здесь значит опять же текстуры map new from polypane clone заходим в текстуры flip v сохраняем экспорт png формат чтобы значит попроще все это дело не висло у нас выключаем на первые дивайды del hidden и экспортируем ну пусть названием значит нашей развертки будет или пишем глаза так теперь что у нас волос да ну в принципе волос что волос волос черный так глаза можно отключить выбираем так текстуру отключаем выбираем цель черный цвет и знать чтобы у нас вот этого косяка не было все подкрашиваем так волос есть вроде кучерявый теперь делаем что ему дубликат геометрии делаем зермеш так волос можно прям поменьше сколько он выскочит ну старайтесь чтобы поменьше были значит нижние вот таких вот волос там незначительных деталей чтобы ну тысяча пятьсот восемьдесят полигонов если допускает значит возможности возможности этого значит объекта но вот на лицо побольше нужно ставить так что ты хочешь мне сказать восемь тысяч полигонов это для волос в принципе чё я опять контролл сф-з децимейт ну не буду я сейчас сидеть это подгадывать так что у нас тут в принципе видите что вот так даже прикольненько да так чётко так прикольно ну делаем давайте контролл д контролл д делаем значит что у нас геометрии не геометрии пардонте забываем делаем про джектау до заходим за плагины и все по новой он в рэп копии пастью с и заходим текстуры мэп вот здесь нормал мэп нам понадобится клон опять же заходим в текстуры переворачиваем можно это все дело конечно перевернуть и в блендер ну ничего так теперь на минуса перевернем мэп нормал мэп клон экспорт формат опять же png сохраняем так что мы делаем здесь мы делаем в геометрии а делал хидом и значит волос наш экспортируем пусть тоже сфера 1 1 не пусть будет волос сохраняем теперь контролл д вдруг пригодится вот эта вся штука и на глаза такая на глаза убирал их до убирал делаем тоже контролл д на будущее мало ли чего случится с персонажем давайте снимок на заставку вот так наверно будет прикольно так ну и в принципе у что все теперь давайте закинем этого персонажа сейчас в блендер потом закинем его значит в миг сама файл сейф а сохраняю для вас этот файл если вдруг кому-то пригодится и так закидываем импорт общ формат заходим в десктоп находим где нас значит персонаж и значит все обживские файлы закидываем сюда о стандартный косяк и так почему значит оказался персонаж вот в таком виде а не по центру потому что когда я значит крутил транспорс оставил его в другой стороне на разных частях тела внутри детали да его надо в ноги ставить и тогда он будет нормально себя чувствовать так и чем мы сейчас это все дело по отправим подтянем вот видите где у него под мышкой остался значит мой транспорт значит теперь мы делаем set origin 3d курсору тройка на нампаде видите спасибо что он по центру смотрим где у него сколько чего куда чтобы он стоял ровно а то перетянешь и потом будет кака так смотрим что у него с текстурами цикарный получился пацан так теперь бы ему конечно зубы добавить и вот нужно его теперь выглотить выбираем его делаем сейдер смут глаза выбираем сейдер смут и волос выбираем сейдер смут все это дело есть сохраняя этот файл на всякий случай с так это будет у нас сейдер паук формат блендер файл нужно удалить камеру свет делит и вот эти все части которые у нас есть закинуть значит в блендер файл экспорт формат fbx теперь нам понадобится ну давайте его сразу сохраним пусть он теперь в формате fbx будет ну а теперь куда идем теперь идем в микс так заходим в миксам заменяем видите у меня тут этот персонаж стоит заходим об лог характер с короче у меня с английским шиздец итак персонаж загрузился жмем next ставим значит народ нашу вот эту вот первую значит вот чину потом ставим внимательно на кисть руки где она будет сгибаться чтобы потом не было переломов и значит где у нас локоть аккуратненько все это дело подставляем так следом ставим на колени где у нас будет сгиб можно под коленом поставить можно на колено растяжение будет так и тут тогда на пах next next все это дело крутим вертим офигенный пацан получился и в принципе я на него немного потратил времени это где-то три часа больше больше не больше вот сейчас но это ролик потому что пишу а так где-то ну наверно часа четыре да не голова минут двадцать потом тело пускай час и тут где-то полтора ну да где-то четыре часа на персонажа выходит так персонаж загрузился смотрим пишем по-английски и по-английски run in г г running нам понадобится бег выбираем какой-нибудь прикольный бег и ставим за цикленно на месте за цикленность вот все персонаж бежит вроде ряньки все у него нормально работает ничего тут сильных ломок нету делаем download сохраняем так ну и давайте ходьбу еще сохраним это будет волк волкинг волк и найдем какую-нибудь ему такую геройскую походку да ну вот она тоже зациклим на месте все для тест драйва пойдет download download вверху вы видите происходит сохранение все теперь идем в блендер заходим в блендер и находим наш вот этот импорт fbx файл в download это значит волк running смотрим как он загрузился преобразуем n панель находим миксама этот как ладон крит нажимаем ok преобразуем смотрим все пацан бежит n панель ставим 20 кадров в основном по моему а ну-ка сейчас посмотрим до 20 кадров у него анимация зацикленная бега так смотрим какие у него текстурки отключаем внешний вид n панель вот чуть-чуть видите у меня с текстурами под тормозу почему потому что нужно этому персонажу заменить текстуры они у меня стоят какие там а ну-ка формат у него бмп а нам нужно пнг так это значит кто он у нас персонаж да пнг формат выбираем также заменяем волосу пнг и заменяем глазам ставим пнг выбираем выбираем нашего персонажа и попробуем значит ему настройку предыдущих значит предыдущего ролика так вот это дело мы значит удаляем это дело мы значит оттягиваем добавляем ему так немножко отступление заходите значит в группу 3d модели для анимации здесь все будут модели здесь можно посмотреть даже мультфильмы я ссылки оставляю на прикольные мультфильмы и вот здесь вот этот вот связка которая нам понадобится микс добавляем coloramp coloramp также добавляем значит to shader to rgb и и добавляем что так еще одна pr print циклы psdf вот эту psdf так coloramp сюда эту делу shader to rgb и сюда значит эту штуку подключаем к shader эту подключаем значит к coloramp так опускаем вниз теперь находим mix ставим на color и ставим multiply так первую значит coloramp подключаем подключаем к b а текстуру подключаем к а и это все подключаем к surface так смотрим теперь теперь что у нас получается какая настройка так первую поменяем на черную на эту поменяем на белую так смотрим что у нас тут еще появилось так поиграем вот этим оттенком поставим где-то на серединку так а ну ка если местами поменять на я лучше местами поменять развести чуть так здесь у нас какая штука подключим normal map зайдем найдем текстуры image текстур и добавим сюда значит normal map смотрим как у нас тут normal прошла ну ка если прибавим до 1000 ну пусть 800 и значит non-cover ну вот уже прикольно рисованный такой давайте теперь значит еще тут немножко поднастроим так это на 800 оставим здесь вот можно еще дополнительно настраивать roughness спекуляр roughness уменьшаем что-то не работает ну пополам допустим да что еще тут есть surface вроде как не отвечает ну вот еще какой-то внешний вид у него да вот рядышком если поставить факторе поменьше что еще тут может быть так что у нас тут со светом а ну-ка 30 а ну-ка не 30 давайте 200 что-то как-то он слабо реагирует значит так вот японка как-то лучше это все дело воспринимала так ну свет на него влияет это уже плюс а вот на одежду что-то на одежде на темный плоховато это все дело видно ну так неплохо пацан выглядит да так как поставим 18 к так 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 и и и и чтобы у нас запас был, да. Так переход какой-то у него жесткий, ага, рывки идут. Ну ничего. Ну-ка, 19. 10 fps, значит находим, что у нас тут. Shadows 512 пикселей, полтора пикселя, Simplity, вот эту уменьшим. О, уже ему вроде бы как полегче. Так, Ambient Occlusion. Что-то я не заметил разницы, а ну-ка, Bloom тоже. На него как-то эта штука не влияет. Да, вот мне не нравится, как вот волос, значит. Ну, в принципе, что, нормально на нем, на волосе, должны какие-то оттенки быть, да. В принципе, пойдет. А ну-ка, если спот. Спасибо. Спасибо. Ну, этот получше, наверное, будет. А ну-ка. Ну, прикольно, какой оттенок дает. Вот можно менять тут диффузию. Вот уже получше, да. Волос можно, значит, спекуляр уменьшать, тогда он будет светить нормально, ну и радиус менять. Так, Size, размер можно уменьшать и при уменьшении вот разница получается. Блэнд. Блэнд пойдет. Ну и, в принципе, все нормально так. Shift-A. Давайте добавим Mesh, добавим S-Plan. Ну, какая-нибудь локация, да. И вот будет, значит, падать у нас свет. Ну, мы его заменим на Point и тогда поставим Shift-D тройное освещение. Все долго уже пишу, захрипел. Ну, вот нормальный, прикольный внешний вид. Так, ну, вот пока такая информация, значит, совокупность по прошлым роликам. Теперь я, значит, вставлю ему зубы, настрою лицевую анимацию. Это тоже по прошлым роликам. И что еще можно сделать? Давайте покажу, как вернуть все это дело назад. Так, немного разговаривал по телефону. Значит, заходим в обжив, так, в Post Mode. Вот нажимаем, вот если в такой позе персонаж, нажимаем Alt-G, Alt-R и прописываем в английское И. Но если у вас окошко не появилось, повторение мать учения, значит, вот в этой функции стоит локация, ротация. Это чтобы не заниматься вот такой штукой постоянно. Выбираете локация, ротация, вот прописали. Ну, сразу по-быстрому ставите ее в этом списке. Если вам нужна локация, ротация, Skyl, то ставите ее и прописывайте. Просто одним нажатием клавиши И. Ну, вот такая информация. Все, всем пока. Еще по лазью, значит, по шейдеру, вот этому разберусь. Ну, видите, плоховато он на этом цвете, значит, выглядит. На лице нормально, на теле видно, вот и на голове. А вот на самом персонаже, даже на пауке, это как-то слабовато откликается. А ну-ка, еще давайте разочек. Так. Ну, вот тут может темнее, светлее ставить, а ну-ка. Ну, видите, что на костюме это мало откликается. Вот, значит, на персонажа еще работает. Вот такая внешность, да, там еще. Это слишком темное. Ну, вот этот более такой нормальный внешний вид. Словом, все, всем пока. До свидания.